Привет, мои любимые зрители! В этом видеоролике с вами поговорим о CBDC. Что это вообще такое? Но прежде чем начать мое повествование, дорогие друзья, хочу вас пригласить ко мне на мой телеграм-канал. Понятно, что сейчас у всех у нас проблемы с электричеством. Поэтому, друзья, в первую очередь я сейчас работаю над моим телеграм-каналом. Там выходят все мои видеоролики, а также много другой полезной информации в текстовом формате. Ссылочка на телеграм будет в описании. Переходите и подписывайтесь, друзья. Буду вам за это очень благодарен. Ну что, давайте вернемся к тому, что мой видеоролик про цифровую гривну набрал больше всего просмотров из всех моих видеороликов, выпущенных за последнее время. Я, честно сказать, удивлен, что эта тема до такой степени интересна моим зрителям. И в продолжении данного видеоролика я стал разбираться более глубоко в этом вопросе с цифровой гривной. Это часть элемента CBDC. Что это такое? Давайте зачитаю, друзья, чтобы вы понимали. Цифровая валюта Центрального банка. Цифровые деньги, имитентом которых является государство. Попытки внедрения CBDC, цифровой валюты Национального банка, практически во всех странах мира на сегодняшний день. Украина здесь тоже не исключение. Вы помните мой видеоролик о гривне, о цифровой гривне. И такое же делается во многих странах мира. Кроме того, есть страны, где уже это внедряется по полной программе. Не так, как у нас на уровне каких-то проб. Центральный банк Багамских островов, Восточно-Карибский центральный банк, Центральный банк Нигерии. Как вы видите, друзья, Центральный банк пытается забрать уже у нас последнее. Возможность накапливать, возможность быть свободным. Почему я так считаю? Сейчас, друзья, я вам приведу все возможные аргументы. Кстати, чтобы быть справедливым, я приведу аргументы как за CBDC, так и, естественно, против. Чтобы не было обвинений в мараде, с какой-то однобокостью в том, что я там беру только какую-то одну точку зрения и не показываю ту другую, зачем вводится данная валюта. Я думаю, друзья, все знают о хайпе, о том, что популярность криптовалюты и, естественно, национальные банки тоже не хотят остаться на обочине, в стороне этого прогресса и тоже решили выпустить свою валюту. Ну, естественно, это не криптовалюта, но идея взята оттуда. Ее можно сравнить, вот, к примеру, на бирже. Есть там куча разных криптовалют. Вот это что-то подобное. В чем основное отличие от криптовалют? В том, что не существует какого-то центрального органа, в первую очередь, государственной власти, которая может влиять и контролировать. Понятно, что мне напишут в комментариях, что есть там какие-то игроки, киты, кто влияет на это все, контролирует. Да, я соглашусь, это есть, но в любом случае будем верить все-таки в то, что это не государство. Понятно, что в криптовалюте транзакции являются скрытыми и нельзя узнать, кто, кому, чего и за что платит. Если будет введена цифровая валюта национального банка, то все будет в открытом доступе. То есть, все будет видеть. И кто в первую очередь будет, это видеть будет большой дядечка, то есть, наше с вами государство. Почему, друзья, я против? Объясню очень просто. Как это происходит, как это все работает. Есть национальный банк. Это в любом государстве, не только у нас в Украине. И он контролирует, от него исходят, скажем так, лучи, что ли, контроля. Он выдает лицензии коммерческим банкам. Будь то государственные, будь то коммерческие. Ну, в общем, эти банки, вы с ними напрямую взаимодействуете. Вот в чем фишка. Вы, к примеру, хотите кому-то что-то заплатить, вы идете в банк А, либо там по телефону, по карточке, он переводит деньги в банк Б какому-нибудь человеку. То есть, национальный банк Украины не владеет этой информацией. Он не знает, что происходит, кому, за что и когда вы оплачиваете. Понимаете, друзья, в чем дело? Понятно, что сведущие люди скажут мне, ведь есть финансовый мониторинг национального банка, есть возможность ему дать запрос, есть возможность получить решение суда по конкретному человеку, по конкретному клиенту и узнать, кто на что тратит денежные средства, кто за что оплачивает, может быть, прикрыв какую-то, допустим, тоже преступную деятельность, может, что-то предотвратив какие-то преступления. Да, я полностью соглашусь, но это все равно не напрямую, это все равно необходимо для этого время. И понятно, что по каждому гражданину Украины давать соответствующий запрос никто не будет. И, соответственно, мы все равно где-то являемся приватными, где-то являемся скрытыми. Если будет введена валюта национального банка, то тут все изменится. Вот эти все банки уходят, которые и мы напрямую взаимодействуем с национальным банком. То есть все транзакции, все переводы будут через национальный банк, через вот эту вот валюту будут проходить. И, естественно, тот большой дядечка, который сидит сверху, государство будет все видеть. Понятно, что в идеальном ситуации, в идеальном мире, когда все честно, прозрачно и открыто, то, наверное, я скажу это правильно. Хорошо, пусть мы с вами где-то заплатим налоги, где-то мы что-то там потратим, но в тот же момент будет контроль над коррупционерами, над взяточниками, над всякими преступниками, наркоторговцами и негодяями. Но, к сожалению, ведь мы все понимаем, что даже если будут убраны, полностью удалены эти фиатные наши деньги, наша гривна, к которой мы привыкли, все равно есть криптовалюты, есть анонимные криптовалюты, есть там миксеры, есть кому как что переслать, есть кому как за что заплатить в обход вот этой всей валюте. Но все-таки, друзья, чтобы быть справедливым, необходимо также нам с вами поговорить о тех плюсах. Ведь вы понимаете, денежные средства, напечатать их, защитить, представляете, какие это огромные вложения? Говорят, что до 10% может быть растрата на то, чтобы напечатать денежные средства от их номинальной стоимости. Ну, вдумайтесь, чеканка монет, плюс это все расходы. Кроме того, экология. Представляете, насколько будет это все экономично, насколько это все будет хорошо. Не надо будет на это все тратиться, то есть деньги будут экономиться, в первую очередь деньги налогоплательщиков, это наши с вами деньги, и экология еще будет чистая. К примеру, те же переводы, переводы между странами, потому что в каждой стране будет такая своя валюта. Это же проблемно. Проблема в чем? Деньги, комиссия, проценты. Знаете, до 10% иногда доходит. Я думаю, те, кто живут за границей, переводят в ту же Украину денежные средства, не дадут мне соврать, там, Вестер Юнион, еще другие системы переводов. Фух, бабах, денежки потрачены. А тут это все ничего не будет стоить. Кроме того, говоря о безопасности, безопасности ваших денежных средств, вдумайтесь, все люди, кто такие старые, как я, то, я думаю, помнят 2014 год, все помнят 2008, 2009 год, вот эти кризисы, которые были в нашей стране, кризис мировой финансовый, то есть многие банки схлопывались, закрывались, люди оставались не у дел, люди оставались без своих честно заработанных денежных средств. Такого не будет, ведь Национальный банк в любом случае не обанкротится, мы с вами это должны понимать. Вдумайтесь, друзья, сколько мошенничества, сколько обмана у нас в интернете. Да и кроме того, всякие преступники, бандиты, негодяи, те же наши чиновники, воры, они все это проводят, это через банки. Если это все будет напрямую видно нашему государству, понятно, что это им будет гораздо сложнее делать. К примеру, взять ту же систему социальной помощи, ведь она неэффективна, согласитесь, друзья, многие со мной согласятся, я более чем уверен. Человек берет, получает денежные средства от государства, на еду, на какие-то первые необходимости, лекарства, на то, без чего он прожить не может. Человек, получая эти деньги на карточку, снимает их, идет их, тратит на алкоголь, на наркотики и, естественно, на продажных женщин. То есть контроль государства здесь неэффективен. Государство не может проконтролировать до конца те денежные средства, которые оно выделяет на хорошие дела. Деньги могут быть программированы. То есть будет запрограммировано, что эту тысячу гривен вы можете потратить на еду, эту тысячу гривен вы можете потратить на лекарства. Все очень четко и просто. Никто не сможет обойти эту систему. Идеальная система под колпаком государства, под колпаком национального банка. И тут, понятно, из этого выходят все недостатки и все то, почему я эту критикую. CBDC, эта валюта, будет полностью контролироваться национальным банком, полностью будет контролироваться государством. Это значит, что, к примеру, есть какие-то подозрительные транзакции, которые не нравятся почему-то нашему государству. Они отклоняются. Либо деньги зашли, на счет деньги блокируются, и вы не можете их потратить. Так же и с деньгами. Полностью будет понятно, на что вы тратите ваши заработанные деньги. И какой-то там искусственный интеллект, а может быть и не искусственный, будет это все анализировать и понимать, правильно ли вы, по его мнению, тратите деньги или нет. То есть деньги уже не будут ваши. Еще один очень важный момент. Представляете, все деньги всей страны Украины, всех людей, без исключения богатых, бедных, хранятся в одном месте, в национальном банке. Как вы думаете, будет ли соблазн у хакеров, у тех людей, которые сведают в компьютерах, взломать данный банк? И представляете, это будет какой терроризм, какого уровня украсть деньги всей страны. Либо там их куда-то спустить, либо перевести. То есть уничтожить можно будет экономику любой страны. Поэтому над безопасностью необходимо будет очень серьезно поработать. Каждая денюжка, каждая цифровая гривна может быть запрограммирована, на что ее потратить. И самое вот что, к примеру, финансовый кризис. Деньги, что люди начинают прижимать, не тратить, начинают их откладывать, копить, покупать доллары, покупать евро, покупать биткоины. Кто там во что вкладывает, может даже те же гривны. Но оставлять их дома, как говорят сейчас у нас, модно говорить, под матрасом. И естественно, государству это не подходит. Ни в коем случае. Ему надо, чтобы вы ваши деньги тратили, а не вливались в экономику, чтобы это все крутилось, вварилось. И соответственно, выход для этого придумали. Уже его в Китае придумали. Деньги не только с целевым назначением, а деньги со сроком годности. То есть, есть какая-то цифровая 1000 гривен, и у нее есть срок годности. К примеру, там 20 дней, 60 дней. За это время вы должны ее потратить и что-то на нее купить. Если вы не покупаете за этот срок, деньги шух и сгорают. Конечно, для государства это хорошо. Для общего блага может быть хорошо. Но для блага конкретного человека, я очень сомневаюсь, что кому-то это понравится. Что он не сможет собрать денежные средства. И, к примеру, потратить их на что-то там нужное. Даже купить квартиру, машину съездить. На отдых купить, может быть, какие-то драгоценности. Дорогой мобильный телефон. Ну, кому там чего в жизни, как говорится, не хватает. Понятно, что многие напишут в комментариях, это не про нас, это не при нашей жизни. Это когда-то там потом. Но я так не считаю. Друзья, ведь вы знаете, СО2, выкиды в атмосферу. Все ведь понимают, что это такое. Необходимо бороться за экологию. И тут можно будет тоже воспользоваться CBDC. Ввести какие-то ограничения. То есть, ну, гипотетически представим, у вас будет возможность на автомобиле проездить там 30 часов в месяц. Если вы превышаете эту квоту, то в отпуск вы уже поехать на автомобиле не сможете. Или там полететь на самолете не сможете. То есть, все будет запрограммировано для того, чтобы не было больших выбросов в атмосферу СО2. Как в Евросоюзе, ведь мы идем все в Европу. Такое есть. У каждого завода есть определенная квота, сколько он может выбросить этих плохих СО2 в атмосферу. Все просто. Берут, вводят такое ограничение, как говорится. Съездил в магазин, а уже в спортзал или на работу не съездишь. Извини. Большие выбросы СО2 в атмосферу. Повторюсь, если вы думаете, что это далекое будущее, можно прийти к более нашим насущим вопросам, о которых я уже говорил в моем прошлом видеоролике, на тему цифровых денег, на тему Е-гривны. К примеру, те же незаконные какие-то решения суда списывают у вас все деньги, не за что купить. Незаконные действия частных, либо государственных исполнителей списывают у вас все деньги, опять же, еду не за что купить. То есть, все будет очень просто, будет какое-то, как у нас это в Украине часто бывает, незаконное что-то произошло, и деньги у вас списали. Также, не говоря уже о налоговых органах, о претензиях нашего государства, не успел, как говорится, сморкануться, чихнуть, а штраф уже тот же с тебя списали, сняли, потому что вы не управляете вашими деньгами, а Национальный банк ими управляет. И насколько он хороший управленец, я думаю, мы все с вами это знаем и понимаем, потому что многие из вас, так же, как и я, уже 30 лет живут при независимой Украине. Все эти кризисы, спады, подъемы, все вот эти волны, я не говорю о внешних факторах, связанных с агрессией России, я говорю чисто о наших внутренних факторах. Поэтому доверять свои деньги я бы никогда не стал какому-то национальному банку, какому-то там председателю Национального банка, который вот буквально, который сейчас был, этот Шевченко, где-то он там убежал в очередной раз, проворовался, где-то его объявили в розыск, куда он делся, непонятно, и все вроде как бы нормально, назначили просто по-тихенькому другого. Вот такое вот мое мнение по CBDC, по валюте Национального банка. Если видеоролик понравился вам, подпишитесь обязательно на мой канал, будем оставаться с вами на связи. Всем всего самого наилучшего, света и, конечно же, скорейшей нам победы.